Итак, всем привет! За бортом, как всегда, стройка. Ну а в данном видео я вам расскажу, почему я именно по своему методу диагностирую инвертора, почему я обращаю внимание на те или иные узлы и что чаще случается, и предположу по какой причине. В общем, начну с того, что в далекие-далекие годы я начал этим заниматься. Насколько далекие, вы все равно не поверите, поэтому все это откинем. Я во многих сферах занимался и в сервисных центрах работ и так далее. И можете что-то там в комментариях такое писать, но это дело каждого. Если вы будете ремонтировать на камеру, ну я бы хотел это посмотреть и, соответственно, тоже, как и вы, надо мной посмеяться. Я хотел бы над вами посмеяться, но поэтому мы и отличаемся, потому что мне не стыдно про это рассказывать, мне не стыдно рассказывать и показывать людям, как непосредственно я это делаю, чтобы другие люди вынесли для себя какие-то положительные стороны, может быть, отрицательные, которые не стоит применять, ну и так далее. Начнем с того, что все инвертора, которые мне приходят, вот я специальную наклеечку на него наклеил, свою, чтобы вас ничего не смущало. То, что на нем написано, это бренд. Под продавца, под магазин, под фирму, под линейку определенную для определенной стороны есть свой бренд. Это наклейка, которая закрывает эти бренды, чтобы вас вообще ничего не смущало. Вам важно видеть, какой корпус, какие клеммы и какое внутри исполнение. Это говорит о том, какой завод собирал, но опять-таки для большинства это вообще ни о чем не говорит. У всех людей вот эти все инвертора это на одно лицо. Но на самом деле их очень много видов есть и очень много их контор делает. Но начнем по порядку. С чего я вообще начинаю диагностику? И когда мне приходят инверторы или что-то случается, мне приносят их. Или, соответственно, у самого какая-то проблема случается. Первостепенно это я проверяю короткое замыкание по аккумулятору, по госсети. Если есть вход, то и по входу госсети. Если есть выход, соответственно, он есть, то и по выходу госсети. Если же все у нас хорошо, мы скрываем крышечку, убираем ее в стороночку и начинаем искать предохранителя. Если мы смотрим с вами, что предохранители, которые у нас здесь расположены, они целые, что нам сразу необходимо сделать, а необходимо разбирать. Нельзя его включать. В большинстве случаев это может быть, ну, как в предыдущем видео, где инвертор полностью сгорел и по входу, и по выходу, сработал автомат. Тем самым вывел инвертор, отключил раньше, чем это все дело у нас полностью задымится и сгорит, так скажем, синим пламенем. Поэтому нам необходимо изъять плату и на плате просмотреть силовые части. То есть это у нас схема push-pull. Да, я буду говорить, как некоторые блогеры, но так написано. Это DC-DC преобразователь, DC-AS преобразователь. И нам надо проверить с вами его целостность. Целостность в данном случае его ключей, обвязки ключей. И если у нас с этим нет проблем, можно произвести первое включение. Я никогда не подаю питание определенное, как мне многие люди советуют, там в определенной части схема, и посмотреть, что будет. Мне это неинтересно, потому что подобным методом можно спалить инвертор. В определенное место жесткое питание в данном случае может выйти из строя целый модуль. А это очень дорого. Модуль, я имею в виду, у нас есть с вами по низкой стороне, по низкой преобразованию в высокую, по преобразованию по стоянке в переменку. Вот эти модули, это я называю модули. В Китае плата, это и есть модуль. Но я разбираю ее, например, эту плату на модули. Именно по аккумулятору, по DC-DC преобразователю, по DC-AS преобразователю. Для меня вот это все модули. То есть они по схемотехнике разграничены. Соответственно, для меня это модули, поэтому я могу называть так. Я самоучка, мне это дозволительно, и я это могу делать. Потому что это, соответственно, мой ремонт, я им занимаюсь, и я как хочу, так и называю модули. И ГОСТа, соответственно, никакого в этом нет. Если вы думаете, что в Китае, если плата у нас это модуль, и так должно быть повсеместно, ну, видать, я отличаюсь от повсеместно, поэтому для меня это вот так. Все платы имеют у нас разграничения именно на монтажной плате по блочно. Соответственно, плата делится, например, на 4 блока ASDS, DSDS и Charge Controller DS. То есть вот эти все модули можно разделить на части и начинать их диагностировать. Соответственно, чтобы их продиагностировать, надо изъять плату и посмотреть на короткое замыкание все силовые ключи. В большинстве случаев ИГБТ-ключи, которые стоят на этом радиаторе, они могут звониться по двум ногам, как в короткое замыкание, иметь 20 Ом. Но на самом деле, во-первых, диагностировать именно вот так вот навесом плату полноценно не получится. Потому что если вы видите, что у вас вроде бы так 20 Ом, вот так вроде бы все ништяк. Но когда вы включаете, у вас высокое не создается. То есть нет у вас 300 вольт. И поэтому, что может быть? Ключи могли быть пробиты по диодам. Поэтому, то есть это так себе еще диагностика. Но все равно это немаловажный шаг, потому что от этого может зависеть, что-нибудь дальше может выгореть при включении к аккумуляторам. Поэтому по сервис-мануалу там, в принципе, то же самое написано. Так же, как и я диагностирую. Я где-то даже это нашел с английского, перевел. И получается вот такая петрушка. То есть, что я делаю? Я проверяю все ключи на пробитие. Если все ключи исправны, что большая редкость, которых инверторов мне присылают, потому что там зачастую проблема был, сколько там, пару раз или четыре раза был заводской брак. Он благополучно исправлялся достаточно на коленке. А были явно спаленные инвертора, где по входу подавались или ставились дополнительные системы защиты, которые не предусмотрены инверторами, которые выводят инверторы из строя. Также по выходу инвертора ставят некоторые люди определенные устройства, которые также нельзя ставить. Опять-таки, это написано в паспорте. Ну и вообще это написано во многих, как бы, как это, крутых брендов. Да, у них есть очень толстенные инструкции, и вот в этих инструкциях очень много чего можно подчеркнуть. И это относится к большинству инверторам. То есть, не ко всем, потому что разные инверторы есть, соответственно, но к большинству. И в большинстве случаев, да, то есть, у меня получается, я не знаю, уже со счета сбился, сколько штук было в ремонте. Ну вот, всего четыре было заводской брак, и все остальные, соответственно, это людьми спаленные. Это подключенные генераторы, без никакого чистого, близко даже синуса по входу, соответственно, конденсаторы вздутые. Это, соответственно, стартерные конденсаторы. Вот они стоят. Уводили инвертор в защиту, тем самым спасали инвертору жизнь. И, соответственно, может быть, люди, которые подобную проблему получили, все-таки задумываются, стоит ли подключать генератор, либо не стоит. В общем-то, это к заводскому браку не относится. И вот пару случаев, это буквально последние случаи, где люди сами спалили. Это три случая. Данный случай, скорее всего, я подразумеваю, что проблема является... Ну, опять-таки, я могу много накидать версий, да, но основное, мне кажется, все-таки молния была. Потому что то, что здесь вышло из строя, ну, просто описать сложно. То есть, вся плата целая, а у нас накрылся с вами процессор. То есть, вот здесь вот такой чипик большой, квадратненький. И это можно тоже, кстати, легко диагностировать. Поначалу я тоже начал, принялся в интернете искать, как же там можно диагностировать. Мне там тоже советовали в комментариях, подай питание и посмотри, что будет. Ну, в большинстве случаев в интернете точно так же написано. Подай от лабораторного блока питания и посмотри, что будет. Если что-то будет греться, соответственно, вышло из строя. На самом деле, тут не все так просто и легко. То есть, на свой страх и риск, если плата наполовину заводится, КЗ можно обнаружить и пальцем. После первых секунд включения сразу ощупывать детали. И тем самым выявить перегревающийся модуль. В данном случае это как раз этот чип и оказался. То есть, на нем полное короткое замыкание. Он раскаляется, как мама не горюй. И, ну, как я до него дошел? То есть, модульно я продиагностировал, что все ключи по АС-ДС целые, по DC-DC целые, по контроллеру целые, по защите от переполюсовки все цело. И получается следующая картина. Вот там вот трансформатор маленький, который я на лайв-канале показывал, ролик снимал, который выдает для работы инвертора. Там идет, если я не ошибаюсь, плюс 12, минус 12 и плюс 5 вольт. Ну, и еще там через сопротивление идет питание на некоторые участки платы. Но нам основное нужно именно 12 вольт и 5 вольт. Потому что 5 вольтами питается вся логика. Ну, а 12-ти питается в основном управляющая часть. Так вот, по 5 вольтам у нас на выходе сразу короткая. Но пока я до этого дошел, получилась такая картина. Вот здесь у нас расположена кнопочка, идет два провода. И тестерам эти два провода звонили с короткое замыкание. То есть сначала я как бы этому не придал значения. Начал изучать глубже схему. И обнаружил, что по схеме этой кнопочкой управляется шим-контроллер. Который мне пришлось заменить, из-за которого было на 640 транзисторе короткое замыкание. Соответственно, данный транзистор я выпаял. Проверил, что короткое замыкание присутствует и без участия транзистора. После чего я заменил шим-контроллер. Посмотрел, что короткое замыкание ушло. Впаял новый транзистор на всякий случай. Это не такая уж дорогая деталь. И быть уверенным, что этот модуль заработает полностью, мне хотелось на 100%. Поэтому обвязка шим-контроллера, обвязка ключа, все проверено. На выходе части проверено. И получилась такая картина, что вроде бы как бы все заработало. У нас появилось плюс 12, у нас появилось минус 12. Но почему-то дисплей не включается. Он питается от плюс 5 вольт. Контроллер у нас не включается. То есть вот эта микросхема, она питается от 5 вольт. И получается, вроде бы ты исправил, но все равно что-то висит, что влияет на запуск. То есть и индикация инвертора и так далее. И получается такая картина, что как это можно диагностировать. Соответственно нужно звонить обвязку замкнутого стабилизатора. То есть для того, чтобы ее прозвонить, я обычно снимаю стабилизаторы. И смотрю до, после, выпаиваю подозрительные диоды, выпаиваю подозрительные конденсаторы. Все это проверяю либо обычным мультиметром, ну или хочется так подшиковать, да, при помощи сторонних каких-то приборов диагностических. После того, как проблема не обнаружена, соответственно, можно поступить следующим образом. Если кому интересно, но опять-таки, это все на ваш страх и риск. Если вы не можете продиагностировать и не видите, где короткое замыкание, нельзя подавать питание, но можно сделать следующую процедуру. Я снимаю, немножко отделяя от платы стабилизатор, тем самым делая меньшее прохождение тока через него, вот так вот. Соответственно, и просто немножко паяльником капаю канифольки на него. И при включении смотрю, если канифоль начинает дымиться, соответственно, температура резко подпрыгивает, значит, короткое замыкание 100% присутствует. И, соответственно, что можно сделать? А можно быстренько попробовать продиагностировать, на каком участке у нас что вышло из строя. И греется ли что-нибудь, либо еще что-нибудь не греется у нас, да, либо в коротком замыкании. Но, опять-таки, это крайняя мера, и до нее доходишь после диагностики вообще всех компонентов, всех отвязок, всех цепей, которые могут вызвать короткое замыкание. Конденсатор данный я пытался поменять, соответственно, я уже делал свое предположение ранее. И вроде бы как бы и все. На самом деле все очень просто. Берем прибор и начинаем все промерять поблочно. Начиная со входа питания и заканчивая выходом DCIS. Все. Соответственно, если где-то у вас подозрение на что-то, выпаивается компонент аккуратно, проверяется приборами, и после чего обратно, если он исправен, соответственно, обратно впаиваем, если не исправен, под замену. Почему я не могу диагностировать, как мне многие там пишут, вот так. Именно сначала вот на плату положил, соответственно, на стол, все прозвонил, все прозвонил, все микросхемы на пробой. Во-первых, у меня нет схемы полноценной на этот прибор. Ее не существует у меня. Соответственно, без схемы, где какое напряжение должно быть и где какой сигнал должен быть, я не знаю. Поэтому все методом научного тыка делается. Метод научного тыка в действии, опыт в действии, и можете там про себя делать много выводов. Самый главный вывод сделайте, не шлите мне их больше. Потому что это трата моего времени. Это самая сложная процедура. Это взять, разобрать, продиагностировать, найти неисправный компонент, смотреть дальше, что. Собрать. Если неисправный есть, заменить. И вот этот ремонт, он может быть бесконечным. Поставить обратно, прикрутить все болты. Я так делаю. Тестируем. Если все у нас плохо, разбираем. И вот так вот это делается с заменой компонентов. Поэтому я не меняю все подряд. Потому что я уже знаю примерно, где какие должны быть сопротивления. Поэтому вы видите, что вроде бы я пошел с этой стороны. Вот здесь все проверил, все исправно. И потом обратно начинаю что-то здесь менять. Потому что здесь все совпадало. То есть там пробит у транзистора только диод в корпусе. Соответственно, он в том же месте находится, где, например, в описании и где у предыдущих именно такое же сопротивление. Поэтому, чтобы проверить большую часть компонентов, именно, надо полплаты выпаять, полплаты проверить на приборах. И потом обратно все впаять. А потом уже искать, например, обвязку, которая их питает либо некорректно, либо не управляет ими, либо проблема с управлением. Соответственно, в данном случае у этого инвертора у нас была проблема изначально. Это визуально вздутый конденсатор. После тщательного осмотра выявлено, что вот эта вся силовая часть исправна. Но нет, не работает дежурка. То есть проблема именно с питанием. Изначально у нас был неисправен шим-контроллер. После его замены и замены ключа, который шим-контроллер управляет, появились дежурные напряжения. Но выявилась проблема, что по 5 вольтам дежурка находится в коротком замыкании. Вот и все. Вот она диагностика. Вот так вот коротко можно обозначить ее, по идее, в видео и выглядеть вот таким специалистом. Но я хочу просто вам показать именно тот вариант, когда все это идет поэтапно и на это все уходят часы. Реально часы. Есть такие ремонты, где вы просто тыкаетесь в определенные места платы, проверили все. Все исправно, нашли сразу неисправный компонент, заменили его, собрали и сразу все у вас работает. Вот такой ремонт у вас может длиться полчаса. А есть ремонты, которые со скрытыми неисправностями. Пока вы его не восстановите все поэтапно, у вас не появится напряжение и не начнут запускаться модули, вы ничего не узнаете. Соответственно, чтобы вам это понять, вам надо его периодически, то есть постоянно включать. В данном случае то, что шим неисправный был, это никак не включает вот это устройство. Соответственно, вы не можете диагностировать эту проблему, при этом коротких замыканий у вас нет. Когда вы, соответственно, собираете и меняете шим-контроллер, у вас он начинает управляться и какие-то защиты начинают отрабатывать, но все равно у вас дальше сигнал не идет, потому что у вас в коротком замыкании часть платы. Соответственно, можно было оставить это все дело на час-два и посмотреть, что загорится. Как варианты, но это вообще если терять нечего. Ну, это чисто так шутка, не принимайте близко к сердцу. На самом деле, ребят, когда у вас проблема какая-то с инвертором, нельзя поменять просто так предохранители и думать, что у вас все запустится. Это не та техника, в которой предохранители стоят для того, чтобы защитить прибор. В большинстве случаев, если выходит из строя предохранители, это говорит о том, что прибор неисправен и требует серьезного вмешательства. Если у вас вышли из строя вот эти ключи, соответственно, у вас короткое замыкание, скорее всего, по аккумулятору. Если по аккумулятору у вас пару ключей пробито, а если все, не дай бог, то уже еще дополнительно смотрите здесь. Если там 1-2 ключа пробито, здесь шанс может быть такой, что и ГБТшки все целы. Но это опять-таки, как повезет, все инверторы это индивидуальный подход. И вы должны это понимать. Соответственно, просто так заменой предохранителей, просто так внутрь залезть, просто так поменять там конденсатор, поменять, я не знаю, пыль стереть, это не поможет. Это не того класса техника. Соответственно, вы должны это все прекрасно понимать. Даже если у вас вышли из строя вентиляторы, на то есть причина. То есть и следствие надо этому делу искать. То есть могло подгореть что-то. Кстати, бывают варианты. В переходных моделях тоже на заводском браке обнаружены мной. Это когда схемотехнику пересмотрели, но поставили не подходящие компоненты. То есть на 24, на 7 он не работает. То есть работает он определенное время и компоненты эти выходят из строя. Для того, чтобы это тоже диагностировать и подобрать компоненты, которые необходимы, тоже не требуется опыт, время и знания. Подобную проблему я находил в инверторах, если не ошибаюсь, 12-ти вольтовых исправлял. И когда мы были в Китае, то есть у производителя, ну как бы я им рассказал такую проблему, они сказали, они ее уже исправили. Что они знают, что такая проблема была. И да, они исправили точно так же, как я исправил. Но это, видите, совпадает так иногда. Когда ты думаешь наперед и именно видишь, что это не проблема. И у других инверторов у тебя уже есть опыт сталкивания с другими инверторами, с другими компаниями. И ты видишь, какие там стоят компоненты. Если ты схему пересматриваешь на этот инвертор, да, то есть они могут незначительно отличаться как по деталям, так по разводке, так под отсутствием некоторых деталей и установка вместо этих деталей жучков, либо же полноценная плата, в которой все детали присутствуют. В данном случае это не сила. Здесь все детали присутствуют, все защиты присутствуют. Но, видите, случилось непоправимое, когда вышел из строя всего лишь один чип, который управляет всем инвертором. Делайте ему профилактические работы, например, раз в квартал, да, хотя бы для того, чтобы у вас вентиляция была в целости и сохранности, да, никакие насекомые и животные не попадали вовнутрь. Также избегайте попадания влаги, конденсат, сырых помещений. Это не ИП-67 инверторы, это для домашнего использования. То есть не под навесом на улице, а именно дома. На улице их вешать в сарае, не дай бог там какой-то туман, не дай бог там с моря ветер дул. То есть это устройство не для этих целей, оно предназначено для домашнего исполнения. Мне уже был, приходил инвертор, который после моря. И там это очень явно просматривается. И коррозийный эффект, который начинается, то есть и коррозия, которая начинается и так далее. В общем, как-то так. Ладно, на этом я прощаюсь с вами. Всем удачи. Берегите ваши инвертора с молоду. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!